Продолжение следует... На лугу траву коровы щиплют, с таким пристрастием жуют, оценив гус, что впереди их ждет, однако не осмыслют, жуют себе коровушки без задних чувств. За лето поднабрали силы и довольны. А для чего им сила? Чтобы идти под нож, по том, что их не будет. Кому будет до боли кровавый миг расправы? На что он так похож? Гляжу на этих милых, коровок безобидных. Мы холим их, лелеем, мы пьем их молоко, потом добротных, сытных, по следу первобытных. Съедаем скот невинных по существу назло, и нам же хорошо. А осень по долам придет своей дорогой. Кузнечик, друг, попался на глаза. Его взяла в руки жена. Хоть подержать немного, какой он жалкий, а у меня уже слеза. Вскочи, дружище, отпустив его на землю, да стрякача по-быстрому от нас. Васильевский ручей, мы слышим его песню. Три коршена парят в день солнечный как раз. Упав с деревьев листья, поплыли по воде. Ручей от нас их дальше уносил, и только бы вздыхала, как будто бы в беде. Презренный взгляд ее, похоже, утомил. Мы возвращались и домой, утиным парком, как расы белки нам попались на сосне. Кормушки подбираясь, от людей украдкой, резьбясь и прыгая по веткам в стороне. Который раз успели мы прогулкой насладиться. Да что коровы, не скоро их съедят. Кузнечик, что попался, или выпьер раскисло. А мы пойдем встречать осенний листопад.